Чего там со штакетником? Ну, штакетники все, они как бы у меня остались в этом... В прошлом. В прошлом, да, в 18 лет я уехал в город, в Самару, на завод слесарем работать. Брат у меня там работал инженером. После я 5 лет на заводе отработал, параллельно работал, поступил в академию заочно сельхозяйственную, и там же работал на тракторе. На агрономы или на кого вы учились? Нет, по технической части, то есть по автомобилям, по комбайнам. А, сельхозтехника? Да, сельхозтехника. Вот. После завода я отработал, ну, отучился, отработал инженером год почти, и как раз-таки вот в этот момент я понял, что 14 тысяч зарплата... Рублей? Да, это 100, это 200. Ну, да, да, это что, в заводе? Это инженером, да. Я понял, что это не вариант, и как раз-таки я вот спланировал, то есть я понял, что нужно что-то делать, начал изучать... От Москвы вы не хотели? Ну, я как бы изучал этот вопрос, изучал вопрос с северов, то есть на север, но все это было как-то не то. Эксперимал такой, понятно? Ну, да, как бы ничего бы не выросло из-за этого, что бы намыло менять. То есть в армии вы не служили? Нет, в армии я не служил, у меня была, то есть астма у меня была по болезни. Ну, сейчас уже ушла куда-нибудь? Сейчас ушла, да, по приезду и аллергия прошла у меня, нормально сейчас. Это часто бывает, кстати, вот ты где-то живешь, болеешь, в другое место приезжаешь, как рукой снимаешь. Да, вот так и получилось. Ну, астма у меня как бы она так в ремиссии была, но иногда там выскакивает. Ну, что же, хорошо, значит, у меня тут через 15 минут урок начнется в онлайн-классе. Вообще так, хорошо, что вы зашли, потому что такой, надо сказать, для нашего канала редкий типаж. То есть такой, можно сказать, человек из народа, можно сказать. Из простых. Не то, что из простых, а вот так как-то... Вы знаете, тут есть такая как бы сила земли. Вот сидит дед какой-нибудь, пастух, знаешь, вроде простой, простой. И он, вроде бы, и выражается несложно. И вдруг он сказал фразу, и ты потолкнешь неделю и думаешь, блин, ведь это же такая мудрость, понимаешь? Но есть мудрость академическая, там из книжек человек начитался, понимаешь, а есть, он ее из земли берет, понимаешь? Вот такой... Сила где, понимаешь, настоящая? Понимаю, да, понимаю. Как в сказках, там, да, там, Таталин взял там, Юмуромца, сжах его, а он там по колено в землю вошел. И от земли русской по колено силы взял и уже его укандухал. Понимаешь, то есть, вот надо по колено в землю, а потом уже тогда силы появятся. Но не каждому дадут. Одним в госпитале, другие только силы возьмут. Да, 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 да. Ладно, хотелось бы видеть вашу девушку. Я думаю, какая у вас девушка. Хрупкая или так? Ну, средних. То есть, не субтильная? Средних кровей, да. Хорошо, хорошо. Но девушке вы нравитесь, она так вот? Да, да. Ну да, нравится. Хорошо. Не выпустите. Хорошая девушка, нарез золото. Да, когда вот уезжал, как бы я там неделю провел, с ремонтом там помогал. И вот она у меня там утром встала за 2 часа, часов в 5, наверное. Там начала мне пирожное готовить, там картошку жарить, все мне в дорогу. А у вас есть куда положить? Вот у вас, я бы сказал, без коляски, но куда-то положить? У меня есть, как, то есть, на заднее сидение ставится большая сумка такая, и она работает, как и спинка. А где мотоцикл-то ваш? Вон, где ваша машина? Пойдем смотреть мотоцикл. То есть, сейчас мы, да-да, мы прямо там, так, как бы так, официально закончим сюжет, пошли смотреть. Друзья, мы движемся по портнов компьютер-скул, потому что у вас кожанка пахнет потрясающе. Я очень люблю запах кожи, да, на право. Когда мы только приехали, я целый год подрабатывал в магазине кожаных курток в Сан-Франциско. Ну, день в неделю. А, в раз я помню. Да, и там, как я обалдел от этой кожи. Слушай, ты заходишь в магазины, и там очень много было байкеров. И там у него такие, знаете, вот с шипами металлическими, вот сюда вот такие шипы, шипы, шипы. Там прям убойные. Он специализировался, у него были такие. У меня есть куртка-косуха, она тоже кожаная. Вот, да, это наш. Косуха, это когда наискось. Да, вот здесь молния, чтобы не продувало. Ага, сейчас девчонки такие носят. Вот есть такие очень красивые. Так, друзья, вот фига себе. Вот, видите? Ну, да, да, упал. Вот. Упал. Ну, и в пыли есть. Ну, вы знаете, что? Смотрится очень солидно. Такой Харли. Да, Харли Дэнс. И вот ему 20 лет. Ему 20 лет. Это у меня он сейчас грязный. Блестяшки у него потрясающие. То есть он как бы совершенно как новый. Да. Ну, что, а сядьте на него с тобой. А, у вас тут какая-то каска какая-то, прям как военная. Ну, такая вот каска. Ого! У меня вот две. Вот этот я купил, когда через Вайоминг ехал. А что там? Вайоминг, ооо, там были ветра такие, что. Я ехал по ровной дороге вот так боком, в сторону ветра. Мне казалось, там горная местность-то, нет? Там вот степь и гора стоит со снежной шапкой. Красиво очень, но я не мог там ничего снимать, я за руль держался. Немноголюдно там, да. Да, и холодно очень. Так, ну-ка давайте сейчас мы посмотрим, как у нас Ильи Муромцы-то на мотоциклах фигачат. Так. Да, прям на фоне иммигрантовоза, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тарахтит, будь здоров. А глушителей нет у вас? Глушители есть. Они, кстати, даже не самые громкие. А, окей. Да, они как бы здесь были, когда я купил, но пока меня устраивали. Так. Я не люблю особо громкие глушители. Рюкзачок. Так, там, о-о-о, такие трубы. Понимаю. Да, вот рюкзачок тут и вот такая... А ночуете вы где? В гостиницах в основном, но у меня была палатка со спальным мешком. Но сейчас нету. Я ее оставил у девушки. А, окей, окей. Хорошо, ладно. Давайте мы здесь будем завершать наш сюжет. И, друзья, давайте пожелаем Василию. И как зовут девушку? Аня. Аня. И девушки Ани, которые нашли друг друга в Аризоне. Вот. Чтоб все было хорошо у них. И чтобы он себе трак купил сначала за 20 тысяч, потом за 50, потом за 150, потом парк пусть заведет. Вот. И будет рабочие места создавать для легальных и нелегальных соотечественников. Ну, всем работа же всем нужна. Всем нужна, всем нужна. Что нашим зрителям пожелаете чего-нибудь? Я желаю... Нужно следовать своим мечтам. Очень хорошее пожелание. Потому что, ну, как бы, ради этого мы и живем. Только нужны только правильные мечты. Так. А, говорит, простой. Смотри. Говорит, простой, говорит. Так. А говорит, прям как библейский мудрец. Ну. Хорошо. Ладно. Давайте на этом мы и так помашем ручкой всем и скажем. Ребята, живите и реализуйте мечту. Ребята, живите и реализуйте мечту. Ребята, живите и реализуйте. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok